Классические творожные, украшенные мастикой, оформленные в виде пасхальной композиции различной формы и размера. В клинической больнице номер 50 после пандемии возобновили традиционный ежегодный кулинарный конкурс среди медицинских работников. В этот раз медики выпекали куличи. Участвовало всего 15 команд. Это отделение. Они представляли свои кулинарные изделия в виде пасхального кулича. Мы не ждали, что заявится 15 участников. Думали, что 5-6 человек от силы, а так 15 человек. Мы очень рады. Спасибо отделению. За участие организаторам профсоюза, оказывавшим нам финансовую помощь, пищеблог уже в этом доставлении помещения. До начала конкурса у работников клинической больницы была возможность полюбоваться кулинарными шедеврами своих коллег и проголосовать за понравившийся кулич. Позвали ветеранов больницы. Для них накрыли отдельный стол. Оценить куличей, поздравить медиков с Пасхой пришел главный врач КБ номер 50. Мы давно не проводили такие вкусные конкурсы в нашей больнице. И я очень рад, что у нас представилась такая возможность возродить эту замечательную традицию. Спасибо за это организаторам мероприятия. И, конечно же, огромное спасибо всем участникам, которые, я уверен, вложили много своих сил, своего времени, частичку своих сердец, своей души в эти поистине кулинарные произведения искусства. Такие конкурсы – прекрасная возможность не только показать свои кулинарные навыки. Это помогает сплотить коллектив. В приготовлении блюда зачастую участвуют практически все сотрудники отделения. Палеотивная помощь решила заявиться на конкурс только когда его объявили. Долго решали, какой формы будет кулич, какие начинки добавят. В итоге сделали три кулича по авторским рецептам и соединили в один. Получилась церковь. Церковь – это символ Пасхи, поэтому у нас кулич был творожный, с морковной начинкой и классической. Но одна медсестра говорит, что я хлеб не ем, мучное я не ем, и решили мы еще в свою лукошку положить кулич, сделать салат. Среди этого красочного многообразия нашей съемочной группе бросилась в глаза 12-я композиция. Кулич, сделанный в форме главного храма Саровского монастыря, создали его в терапевтическом отделении стационара. Наш кулич стабилизирует нашу православную землю. Наши дети подсказали, что это будет красиво в конкурсе выглядеть, и мы как родители поддержали его. Поэтому они нам помогли его создать, помогли с идеей с этой. Вроде бы все получилось. Конкретное лицо есть этого человека, кто исполнил. Терапевтическое отделение победило в номинации «Самый красивый кулич». Самым вкусным стал кулич, созданный работниками скорой помощи. Самые креативные изделия выбирали путем зрительского голосования. Победа досталась инфекционному отделению. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.